В эфире служба новостей Саров 24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Все под контролем. Главный санитарный врач Сарова рассказал о ситуации с коронавирусом в нашем городе. Когда многодетные семьи получат земельные участки. Состояние дел по этому вопросу депутаты рассмотрели на заседании Думского комитета. Саровчане столкнулись с дефицитом медицинских масок. Далее расскажем обо всем подробно. Заразившихся нет. 23 саровчанина были под наблюдением по подозрению на коронавирус. Главный санитарный врач города на брифинге в администрации рассказал о состоянии заболеваемости COVID-19 в Сарове и ответил на вопросы журналистов. Подробности в следующем репортаже. Вспышка болезни, вызванной коронавирусом, началась в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев инфекция разошлась по всему миру. По последним данным, коронавирусом заразилось около 200 тысяч человек. В России насчитывается 114 заболевших по состоянию на 17 марта. В Сарове больных не обнаружено. Был уже мальчик, про которого мы говорили. Он был у нас из Китая, который в 14 эти дней заболел и лежал в больнице. И провели ему весь комплекс обследований. Он оказался больным гриппом В. На сегодняшний день он уже здоров, выписан. Есть еще один человек на сегодняшний день, который приехал из Арабских Эмиратов с признаками заболевания. Я думаю, что он его вылечит. И тоже почему-то я в этом плане полный оптимист. Я считаю, что это совершенно другая инфекция. Потому что в Арабских Эмиратах у нас еще очень мало заболеваний. По словам Ирины Игнатьевой, в клиническую больницу обращаются горожане, которые вернулись из-за границы, чтобы вовремя выявить инфекцию и обезопасить окружающих от вируса. В середине марта таких было 23 человека. На самом деле к завтрашнему утру их будет гораздо больше. Потому что вчера это был один список заболеваний стран, сегодня это был другой список стран. А если завтра с утра мы рассматриваем абсолютно все страны, то можете себе представить, что в городе много людей, вернувшихся в принципе из-за рубежа. Что значит берутся под наблюдение? Это значит, что нам о них передаются сведения. А если они не передаются, то люди сами могут обратиться. В принципе, это такой взаимный процесс. К ним приезжают медики, предлагают самоизоляцию на 14 дней, где самоизоляция предполагает оставаться, находиться по месту своего проживания, активно никуда не выходя, не имея тесных контактов с внешним миром. У всех, кто обращается в больницу с симптомами коронавируса, берут анализы дважды в день, когда человек поступил в клинику, и в день выписки. По словам Ирины Игнатьевой, 80% пациентов переносят болезни в легкой форме. Тяжело болеют 20%. Смертность от нового вируса составляет 3,5%. Мы сейчас, к сожалению, все заложники именно вот этих организационных мер. Мы часто страдаем не из-за того, что инфекция тяжелая, а потому что организационные все наши меры, включая наши карантинные мероприятия, нацелены на то, чтобы немножко отсрочить шквал наступлений больных. Заболевание все равно придет. Вот вы поймите, что вот как грипп. Ну, как вот сказать, что давайте закроем границы, и россияне тогда гриппом болеть не будут. Ну, это абсурд. Если инфекция передается воздушно-капельным путем, в нашем мире ее невозможно остановить. Она все равно придет. Чтобы не заразиться коронавирусом, сотрудники здравоохранения рекомендуют горожанам поддерживать чистоту рук и поверхностей, носить с собой дезинфицирующие средства и одноразовые салфетки. Избегать приветственных рукопожатий и поцелуев. Если вы почувствовали усталость, у вас появилось затрудненное дыхание и повысилась температура, есть кашель и боль в горле, то не стоит заниматься самолечением. Необходимо вызвать врача на дом. Более подробно о коронавирусе можно прочитать на сайте ФМБА России или позвонив на горячую телефонную линию в Сарове 97777. И этот и другие репортажи можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Многодетные семьи получат земельные участки, даже если их дети обзаведутся собственными семьями. Таков закон. В Сарове многодетные ждут своей очереди на получение наделов уже несколько лет. В конце прошлого года на один из выделенных участков ПДЖС начали подводить инженерные коммуникации. На заседании Думского комитета депутаты рассмотрели отчет о состоянии работы по выделению многодетным земельных участков. 216 многодетных семей в Сарове ждут получения положенных им земельных участков для последующего строительства. Для этих целей в городе выделено три территории. Вблизи улицы Западной запланирован 31 участок. В районе улицы Нижегородской 72. В микрорайоне 1А и 1Б 70 земельных наделов. Строительство инженерной инфраструктуры ведется только на улице Нижегородской. На это выделено 160 миллионов рублей. Что сделано из инженерных сетей? Водопровод проложено уже 1334 метров магистральных сетей. Это 64% от общего объема. По канализации проложено 1038 магистральных сетей. Это 44% от данного вида работ. И выполнен уже монтаж канализационной насосной станции. Таким образом, на 1 марта выполнено из всех объектов, из всех видов работ 47,33%. То есть за два месяца, по сути, за три, декабрь, январь, февраль, выполнено 47%. То есть этот проект стартует и идет, стартовал и идет с опережением. 72 участка на этой территории распределят между многодетными семьями путем жеребьевки при соблюдении двух условий. Должно быть завершено строительство инженерных коммуникаций и заложены деньги в бюджет на строительство дорожной инфраструктуры. В местный бюджет мы заложили 25% от этой суммы, уже заложено в местном бюджете. Сейчас мы заявились на конкурс, чтобы получить дополнительное софинансирование в размере 70% от 109 миллионов рублей для строительства автодорожной инфраструктуры. Но если проект не победит в областном конкурсе, то сроки проведения жеребьевки сдвинут. Соревнуется между собой муниципальное образование региона. Не у всех есть деньги на софинансирование, у нас они есть. Это уже хорошо, это большой плюс. Ну и то, что у нас уже, по сути, ведутся работы строительные, и, наверное, в области трудно тормозить этот процесс, да, трудно тормозить этот процесс, у нас очень хорошие шансы. Что касается земельных наделов на улице Западной, проектно-сметная документация 30 участков в этом районе находится на госэкспертизе. В микрорайонах 1А и 1Б пока только утвержден проект планировки и межевания. На 2 миллиарда рублей будет увеличен дорожный фонд Нижегородской области в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В частности, субсидии муниципалитетам на ремонт и содержание дорог вырастут на 650 миллионов рублей. Средства пойдут на оперативный ремонт поврежденных зимой участков. Более 500 миллионов планируется направить на дополнительные меры безопасности на дорогах. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровская полиция приглашает на службу. Требуются мужчины в возрасте до 35 лет. Имеющие гражданство России, полное среднее образование и опыт службы в вооруженных силах. Более подробные информации по телефону 605-81 и 605-82. Также соискатели могут обращаться в 218 кабинет здания Саровской полиции по адресу улица Советская, дом 1. В Сарове продолжается благотворительная акция «Пасхальные дни милосердия». Ближайшие сборы пройдут 20 и 21 марта в торговых центрах «Атом» и «Куба». В ТЦ «Плаза» 19 и 20 марта. Волонтеры центра «Радость моя» будут принимать пожертвования для ребят с ограниченными возможностями здоровья и других нуждающихся. Нижегородская область, как и другие регионы России, столкнулась с дефицитом одноразовых медицинских масок. Специалисты советуют пользоваться многоразовыми средствами защиты и марлевыми повязками. Когда в аптеках появятся маски, есть ли в городе дефицит противовирусных препаратов и антисептических гелей? Об этом наш следующий репортаж. Вот этот вот внешне ничем не примечательный кусочек синтетического материала нынче на вес золота. Месяц назад маски пропали из всех аптек. Когда они появятся, неизвестно. Масок нет не только в аптеках. У поставщиков они тоже отсутствуют. Сроки, когда изделия привезут, никто не называет. Специалисты советуют прибегнуть к старому испытанному способу сделать маски самим из марли. Этот материал в аптеках есть. Это несложно, сшить там себе маску из марли. И к тому же ее удобство в том, что она неодноразовая. Вы ее постирали, прогладили утюгом, пожалуйста, вы можете ее использовать. Может, это даже и удобнее, чем вот это вот из нетканого материала маска, которую через два часа вы выбросили и все. В период эпидемии взрастает спрос на противовирусные препараты. Недостатка в них в саровских аптеках нет. Антисептические гели для рук и средства для санитарной обработки дверных ручек и других поверхностей в нашем городе тоже можно легко найти. Есть приборы, которые могут убивать бактерии с помощью, например, ультрафиолетового излучения. Пожалуйста, солнышко. Вот представлены у нас разных мощностей лампы ультрафиолетовые, которыми можно облучать помещение, обеззараживать. Кроме того, с 18 марта и до особого распоряжения аптека на перекрестке проспекта Ленина и проспекта Мира переходит из режима дежурной аптеки на круглосуточную работу. Более подробную информацию можно получить по телефону 603-68. Три миллилитра крови, которые спасут чью-то жизнь. В 10-й раз в Нижегородской области прошла акция по сдаче крови на типирование. Список городов, жители которых внесли свой вклад в пополнение Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова, растет с каждым днем. Организаторы акции стремятся также привлечь внимание общества к проблемам донорства костного мозга, лечения гематологических и онкологических больных. Саров присоединился к акции в шестой раз. У волонтеров Саровского физико-технического института участие в акции по сдаче на типирование вошло в привычку. Два раза в год будущие ученые и инженеры помогают медикам объяснить горожанам, как правильно заполнить анкету донора и показывают собственным примером, что им не безразлична судьба человека, который нуждается в серьезном лечении. Если ты можешь помочь человеку, почему это не сделать? Спасти кому-то жизнь. 20 городов в этот раз принимало участие в акции, которые проводит Нижегородский онкологический центр, чтобы увеличить общероссийские регистры доноров костного мозга. В России их не хватает. От Нижегородского региона в регистре более 9 тысяч человек. В Сарове каждый год кровь на типирование сдают около 50 горожан. Все анализы отправляются в главный штаб, где обследуются и выискуются уже подходящие прицепиенты, которым может подойти именно это донорство. То есть производится анализ крови на определенную структуру и ищется именно генетический близнец. Он может быть как по всему миру, так и по России. В нашем городе уже есть реальный донор костного мозга Валентина Гришина. Теперь она сможет помочь нуждающемуся человеку получить жизненно важное лечение. О несвоевременном вывозе мусора, тарифах и других проблемах, связанных с реализацией реформы по обращению с ТКО. На эти вопросы ответил депутат ЗАГСобрания Нижегородской области от партии ЛДПР Владислав Отмахов во время встречи с саровчанами. В ЗАГСобранию занимает пост председателя Комитета по экологии и природопользованию и поднятые темы находятся в его видении. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области от партии ЛДПР Владислав Отмахов на личном приеме граждан обсудил с саровчанами вопросы, которые касаются реализации мусорной реформы в нашем городе. Она стартовала по всей стране в начале 2019 года. На приеме выяснилось, что саровчан особенно волнует тема вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов и жилых домов. У нас сразу же, в два раза, более чем даже в два раза увеличилась трата на это дело. Можете себе представить, для гаражных кооперативов, там где в основном владельцы гаражей пожилые люди. Из города весь мусор повезли к нам. Не то, не хочет, не желал, собственно говоря, заключать договора, а куда и мусор девать-то надо. Весь аэродромный поселок, ТИЗ, так называемые товарищи индивидуальных застройщиков. Теперь яблоневый сад, они все индивидуальные дома имеют. И оттуда вплоть до того, что вырубки деревьев из садов и то повезли на территорию гаражных кооперативов. Также саровчане жалуются на отсутствие контейнеров в местах сбора мусора. Систематические сбои с его вывозом, выходные и праздничные дни, задержку счетов региональным операторам и переплату управляющим компаниям. По словам Владислава Отмахова, еще до начала реформы в Нижегородской области работали три мусоросортировочных завода. И тарифы не сильно отличались от нынешних. Изначально управляющие компании, которые и до этого вывозили мусор, они же его куда-то вывозили, уже тогда работали и должны были вывозить на те сертифицированные полигоны, которые тогда брали 300 рублей. То есть сейчас, если это 360, то что у нас топливо? Ну, сильно не поднялся, там копейки какие-то, зарплата тоже сильно не поднялась. То есть средний показатель этого тарифа, он не должен сильно вырасти. Только что должно было произойти? Когда выставились отдельно счета за мусор, у нас должны были счета за домообслуживание снизиться. Понимаете, о чем я вам говорю? Ну, управляющие компании эти деньги оставили в своих карманах. Ну, чаще. Может быть, не все, но очень многие. Актуальным вопросом остается обоснованность начисления платы за коммунальную услугу, исходя из общей площади жилья. Тариф на вывоз мусора в многоквартирных домах, в отличие от частных, привязан к метражу квартиры, а не количеству проживающих на жилплощади людей. Общественники считают этот подход несправедливым, особенно если человек находится в квартире непостоянно, например, уезжает на лето. Все обращения, которые поступили от Саровчан, депутат Владислав Отмахов пообещал взять на контроль и по возможности решить проблемы населения на региональном уровне. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Вейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова